Никто не забыт и ничто не забыто. 22 июня вся страна вспоминает своих героев. Накануне памятной даты в Люберцах состоялся символический старт областной акции «Подмосковье помнит». Именно в этом городе в 1965 году был зажжен первый в регионе мемориальный огонь. На следующий день началась война. И такие мальчишки, девчонки, которые стоят здесь, вот вы могли бы на следующий день уйти на фронт. У нас есть такие школы, например, в Можайске, под Бородино, есть школа, в которой 13 выпускников оттанцевали свой вечер, а на следующий день вместе с директором ушли на войну и уже не вернулись. А завтра в этой же школе, которой больше 100 лет, пройдет выпускной и тоже будет 13 выпускников. И слава богу, они живы, именно потому что тогда те 13 ушли на фронт. Ветераны передали эстафету «Вечного огня» волонтерам и юноармейцам. В нашем округе эту почетную миссию возложили на Николая Лазутина, директора молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья» в Монине. Акция объединила все мероприятия в муниципалитетах, а их немало. 22 июня в 4 часа утра на Аллее памяти в Щелкове прошел памятный митинг. Представители боевого братства, бывшие офицеры и 13-я сборная бригада возложили цветы к «Вечному огню». Народ выстоял. У нас был большой Советский Союз и большая сплоченность. Спасибо сплоченности, дружбе народа. Мы отстояли от малых и великых. Все невзгоды, все тяжести войны прошло теперь жить. Русь воевала всегда. Отец моего отца Первой мировой погиб. Отец моей мамы Первой мировой войны погиб. Во время Великой Отечественной много родственников погибло. Чуть позже на той же Аллее памяти цветы возложили и представители администрации округа и Совета депутатов. Кроме того, к торжественному мероприятию присоединились ветераны Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби состоялась масштабная всероссийская акция «Горсть памяти». В нашем муниципалитете 22 захоронения времен Великой Отечественной войны. На десяти кладбищах, где похоронены герои, прошел забор земли, который насыпали солдатские кесеты. Затем в микрорайоне Чекаловский прошел торжественный митинг. 22 июня. Этот день будет вечно возвращать нашу память в 1941 год. День начала Великой Отечественной войны. Войны, которая оставила после себя сотни тысяч разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб. Унесла огромное количество человеческих жизней. Память – это то, что делает нас сильнее, связывает поколения, открывает наши сердца для правды, дает возможность строить лучшее будущее. К сожалению, с каждым годом становится все меньше носителей исторической памяти, свидетелей тех трагических событий Великой Отечественной войны. Именно поэтому так важно увековечить эти годы в умах подрастающего поколения. Кесеты с землей передали представителям Министерства обороны России. Земля будет помещена в гильзы артиллерийских снарядов, которые впоследствии установят на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот». Это правильно, что горстку с земли, с каждого захоронения, воинского захоронения, необходимо собрать в одном где-то месте, чтобы это было памятное место не только для военнослужащих Министерства обороны, но и для всех граждан России. И осталось до сих пор в душе, когда мы теряли боевых друзей, и когда надо было брать горсть с земли и бросать в братскую могилу наших друзей. Иногда просыпаешься и все это вспоминаешь. А в 9 часов вечера в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне у памятника героям Советского Союза на Парковой улице зажгли свечи, сложившиеся в символическую надпись «Щелково помнит». «Родина зовет! Бей за нас! За кровь земли! За родной народ! Вей врага, сыночек мой!» «Щелково помнит своих героев. 8 345 человек ушли на войну и не вернулись. И сегодня мы почтили их память». День памяти и скорби объединил всех. Людей из разных общественных организаций, волонтеров, представителей администрации, военных, ветеранов, взрослых и молодых. Тех, кто помнит войну и тех, кто, к счастью, о ней только слышал. «Эти акции проводятся для того, чтобы молодое поколение, подрастающее поколение помнило о той страшной трагедии, которая произошла в эти годы, в том столетии». «Этот день должен быть важен для каждого гражданина нашей страны. Каждый должен помнить об этом дне и чтить память своих предков, тех, кто воевал за нас, проливал кровь». «Это необходимо делать каждый год, ради того, чтобы наше подрастающее поколение, наши внуки помнили и знали, как нам досталась наша родина в 41-45 году, защищая ее. У меня папа был военным летчиком». 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории. Начало Великой Отечественной войны. В память о жертвах этой войны во время региональной акции «Подмосковье помнит» было зажжено порядка 100 тысяч свечей памяти. Екатерина Сусенко, Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Валерий Жеглей, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».